здравствуйте друзья доброе утро только было вот мы от дежурили по америке пару дней назад но события развиваются я заступаю на дежурство потому что натурально не могу молчать значит что происходит продолжается конференция республиканской партии вчера продолжалось так и там но как бы цирк я говорил что цирк еще не уехал так что цирк продолжался и не только на самой конференции но и так за пределами тоже я вам расскажу анекдотец если кто не знает значит субботник в лесу и медведь там он ходит с повязочкой там за старшего татыры пыры на чему это он там заяц не работает он движется в сторону зайца и действительно сидит на пенечке и не работает тот ему говорит косой гид а ты чё не работаешь могут я миш не могу работать я половой акт совершаю медведь заинтересовался естественно спрашивает а кого кого имеешь-то тот гид да вот весь ваш субботник говорит он и имею значит в роли зайца оказался сенатор да тед круз который боролся за право сказать быть выдвинутым от республиканской партии но в какой-то момент сошел с дистанции и вообще надо сказать что конференция одной из своих задач имеет показать стране что у нас единство у нас все тип-топ мы сейчас как монолитно как шахнем вот вот это вот мы сейчас как все вместе жахнем и для этого в прайм тайм у них время и в общем всей стране прямо вот прямо вот в прайм тайм и показывают но тут у них как как обычно в силу того что но такие некомпетентные люди там плохо все организовано и и пустые кресла показывают прайм тайм и в данном случае что еще произошло что команда команда трампа организует конференцию то есть они решают кто выступает когда выступает и тогда не то что им кто-то там навязывает единственное чего они не решают они не решают где проходит конференция проходит в кливленде штат огайо и тот значит круз ну то есть для того чтобы круз появился на этой конференции и выступил и как бы в прайм тайм и так далее то есть это все организовано было командой значит вот трампа и вот появляется круз в этом самом значит прямом эфире прайм тайм и на всю страну показывает громадный такой палец средний и лично трампу и всей этой конференции вот всему субботнику этому палец показал значит поимел их серьезно то есть он вышел и сказал он во-первых мало того что он не не дал эндорсмента не поддержал трампа как кандидата но он еще так найти он сказал чем это открыто демонстративно это же спланировано все это же не шутки то есть не то что вот так друг так забыл там чет сказать вот и он сказал что я призываю всех пойти на выборы я послушал его лично не поленился пошел послушал я вообще обычно не смотрю там на неприятные рожи все но но тем не менее его я послушал играть вы в день выборов дома не оставайтесь все идите на избирательные участки и проголосуйте как вам совесть подсказывает вот совесть как подсказывает имею ввиду что совесть подскажет правильное что это явно не трамп надо полагать поскольку он вот сам так но не сказал против трампа голосуйте но во всяком случае так как бы вроде намекнул вот то есть у конференции но никак не получилось выполнить задачу демонстрации единства сейчас вообще все переопределяется все понятия это значит но новый такой взгляд на единство тут еще один момент значит произошел в кулуарах можно так сказать значит трамп давал интервью газете new york times и те ничтоже сумнящийся как вот раньше говорили спрашивать его а вот если путин значит полезет в прибалтику страны балтии которые члены нато обратить внимание и которые как бы по всем искать обязательства мы должны защищать до соединенные штаты вот хотя по совести сказать так и и украину должны были защищать согласно будапештского протокола как бы гарантии давали там сидела но не суть в общем и он говорит но в принципе говорит он вполне возможно что мы посмотрим на это дело и скажем не наш делай их хренли какой там дела вот то есть я хочу сказать что цирк не только не свернулся а цирк зажигает огни все больше и больше огней на на этом цирке и вот на самом деле что я так хотел сформулировать может быть немножко перед перед общей формулировкой я хочу сказать что демонстрация единства провалилась еще в одном исключительно важном фрагменте который может быть так со стороны не так заметен вот но только со стороны потому что конференция происходит в штате ага как я сказал и в клевленде и губернатор штата ага мистер кейсик который тоже так же как и рубио не приехавший на конференцию так же как и тэд круз который палец показал значит вот этот вот кейсик тоже баллотировался и он не пришел туда то есть мало того что в его штате происходит в самом штате происходит и вот это хорошо показывает как команда значит трампа умеет значит делать дел и восемьдесят седьмом году вышла очень известная книга трампа how to make a deal по-моему она называется и вот как заключать хорошие дела очень всем обещает что хорошие дела и тогда тут пару дней назад значит раскаялся в своем проступке журналист который написал за него эту книгу окажется он ее сам ты не писал ну бывает всяко значит так вот как он сделал дел с крузом мы видим и как он сделал дел с этим кейсиком который не появился вообще на на этой конференции и в истории президентов соединенных штатов которые стали президентами с республиканской стороны то что президент республиканец стал президентом без того чтобы победить в штате огайо это практически там если не 0 то практически 0 то есть это как бы очень-очень серьезный такой прокол в деятельности вот этой вот замечательной команды которые дел и умеют типа делать там значит теперь к этому к чему я клоню значит там цирк цирком понятно но есть же зрители тоже а есть так люди мимо ходят я про нас с вами так вот у меня на канале постоянно в комментариях какие-то люди значит высказываются типа а я поддерживаю там вот я поддерживаю трампа я там и что ну и может быть даже он может сказать почему но есть какие-то у нее есть соображения почему он поддерживает трампа вот значит я еще одну статистику приведу тут все время ждать опросы там cnbc или айбиси news я здесь и биси news производил такой опрос значит об отношении риги зарегистрированных избирателей не вообще американцев а тех кто зарегистрирован как избиратель 58 процентов людей пятьдесят восемь процентов зарегистрированных избирателей говорят что их не устраивает вот эта комбинация трамп клинтон не за кого голосовать понимаете пятьдесят восемь процентов людей говоришь голосовать несколько есть интересная значит статистика другая внутри если посмотреть на людей которые хотят голосовать за трампа то 60 процентов из них за трампа голосовать бы не стали но голосуют против клинтона то есть не то чтобы трамп их чем-то привлек понятно да таким образом да надо сказать что среди тех кто голосует за клинтон примерно такая же картина не то чтобы они там как-то кардинально вот там друг от друга отличались то есть идет голосование на уровне кого больше не любят побеждает не тот кандидат сегодня который что-то может предложить и люди говорят да это имеет смысл сегодня побеждает тот кандидат который ну как бы меньше меньше страхов что вдруг он власти придет и что тогда получится не так не так страшно то есть и то и другое плохо но но я бы там или там сильная простуда с осложнениями или ампутация там конечностей все-таки есть разница вот но опять зависит от того кто чё скажет другой сказать надоело с простудой ходить пусть пусть ампутирует а может и не будет ампутация не как а может и не будет ампутация вот мне нравится идея там такая вот насморк прекратить поставить прищепку на нос вот и глядишь и насморк значит вылечиться короче к чему я клоню тут важно на самом деле сейчас очень важно мы сегодня находимся не в такой ситуации когда люди голосуют за кандидата потому что он им чем-то нравится мы сегодня находимся в ситуации когда подавляющее не бы не вообще большинство или не вообще серьезное большинство подавляющее большинство людей которые пойдут голосовать голосуют против угрозы которые кажутся им больше поэтому я когда вижу людей вот которые там чё-то они кричат я за трампа то же самое я за клинтон там что-то такое я хочу сказать что у меня возникает ощущение неадекватности этих людей как адекватный элементарно адекватный человек может может быть за какую-то проблему дикую причем это же не просто вот ну вну бывает но но когда львиная доля населения страны видит эту проблему и и и и в ужасе от этой проблемы да и вот ходят какие-то люди которые там говорят что там что вот я за это я за это жуть берёт значит правда я я вот чего говорю те люди которые там за они были за они будут за там и и бог бы с ними но я говорю обращаюсь к тем кто не утратил адекватности и так как бы слушает пытается понять там разобраться увидеть что-то и так далее и я хочу сказать держитесь подальше от тех которые за вот мой вам совет те которые за не ведают что творят неважно за за того или за этого и когда они против чего-то мы мы все понимаем мы все все понимаем вот когда они за становится жутко вот вот тот самый принцип увидел пьяного отойди да вот увидел того кто за отойди и то что сегодня происходит на республиканской конференции когда ведущие политики страны кто-то не пришел вообще кто-то открыто выступил против и так далее наступит момент причем очень скоро наступит когда тем кто был за перекроют кислород и никто никогда им руки не подаст не голосовать за них не будет можно найти у ильича владимировича была такая фраза интересно что можно какое-то время обманывать часть народа но нельзя вечно обманывать весь народ значит наступит какое-то просветление и вот эти люди которые сегодня открыто выходят и говорят нет или не так открыто говорят нет или там палец вы показывает издалека и так далее эти люди сегодня работают на будущее они знают что за сегодняшнее да придется отвечать придется отвечать поэтому нам с проще поскольку мы никаких решений не принимаем даже если от можем на выборы пойти там гражданство у нас есть и так далее мы ни за что особо не отвечаем но во всяком случае идти на поводу вот этих понимаете потом руки не отмойшим не мылом не керосином там не не пемзы не ототрешь поэтому так вот я хотел поделиться то есть да как бы этот цирк весь город не запалил своими огнями вот у меня такое впечатление и на этом я свое дежурство я я бы назвал боевым боевое дежурство значит я оставляю значит повязочку опять в тумбочку складываю вместе с там вооружением каким табельным вот и отправляюсь на трудовые подвиги счастливо